итак ребята вы спросите почему я показываю начале видео именно эти три монеты и об этом вы узнаете именно в конце видео вы будете очень удивлены и потрясены то что я вам покажу в конце выпуска так что смотрим будет интересно всем ребят привет сегодня у нас очередной выход вышли мы в тот же старый дом который был предыдущий нас домик сегодня я копаю один так сложилось что камрад со мной не смог приехать дела я вернулся сюда дабы поискать уже в одиночку и хочу сегодня что я сделать именно прозвонить все старые места которые мы с ним шурфили но прошу пить хочу те места где мой металлоискатель небо то есть я нырнул именно в его домовую яму и посмотрю что у него там получится вот потому что что-то знаете шурфили одно и то же место разница всего в метр у меня получилось 49 монет у него 18 это конечно так не может быть может быть он и пропускал сигналы и сегодня мы проверим пропускал камера от сигналы или нет в планах у меня сейчас я вам продемонстрирую что будет сегодня думаю находок будет меньше по крайней мере я считаю что будет поменьше чем в прошлый раз потому что я не планирую здесь ничего новое открывать шурфить вот старые старые места прозвоню вот так что сейчас продемонстрирую что у нас за обстановку сегодня предстоит вот в этом эпицентре шурфил я и вот именно на этом пятачке поднял 49 монет вот камрад шурфил здесь вот и сегодня мне будет очень удобно тем что я знаю куда я уже буду сбрасывать мусор как вы видите делал я короб в прошлый раз и была ошибка в том что мы шурфили вдвоем и мне было здесь вообще не развернуться не знал куда мусор скидывать вообще неудобно было но сегодня что буду шурфить здесь и мусор уже буду складывать вот сюда вот где я в прошлый раз прозваниваю в общем здесь находок было очень много странно то что здесь большое количество кирпича если я заглядывал под дом там тоже очень большое количество кирпичей такое ощущение что печку перестраивали и ставили новую печь вот так что эпицентр печи был вот здесь вот где-то вот но факт том что в том дальнем углу в метрах 3 там тоже кирпичи но я в принципе вам показывал вот и сегодня планирую вот этот участок все прозванивать и залезть немножко под дом меня комрады уже спрашивает подписчики насчет закладных не смотрел нет ребят насчет закладных я не смотрел вот так что вообще даже еще и стены не прозванивал вообще пороги подоконники ничего не прозванивал так что посмотрим что у нас здесь получится очень странно здесь конструкция была тем что здесь вот была вот такая вот тоже часть бревна вот не знаю может быть дом на доме стоит вот как вариант но не знать мусора очень много и все буду сбрасывать мусору здесь вот сегодня куча будет у меня по мере возможности надо будет еще под он ту часть залезть так что поживем мы видим интересно будет обязательно включусь итак ребят ну и первая монета радует тем что это у нас щитовик 10 копеек щитовичок тридцать первого года такая монета медно-никельный сплав и это приятно приятно тем что тридцать первый они какой-нибудь 60 70 год докопал я до самого нижнего винца так что здесь у нас фундамента нету бревна ложились прямо на землю вывод какой значит закладной только между бревнами или же между бревном и самой землей ладно выводы сделали продолжаем прозвонка все того же грунта которых где поднимал 10 копеек тут и еще одна монетка и на этот раз монету уже 20 копеек это у нас рамочник 20 копеек рамочник 40 какого-то года может быть 46 или 48 вот такой кругляшок вышел классно классно 2 монетки прям в одной засыпки идем дальше не так ребята дошел я до угла и хочу вам сказать что в углу находится закладной смотрите были не видно но показывает бронза серебро золото четкий сигнал и это между первым и вторым венцом здесь конечно не видно но он щелка видите просвет это как раз первый второй венец и оттуда сигнал четкий ну как-то его достать оттуда это нужно наружу выходить ладно оставим пока итак ребят прошло уже чуть больше 40 минут около часа находки есть но они фиговы очень фиговы смотрите даже какую монету поднял мане эта монета но она расслоилась вот что происходит с российскими монетами вот это наверно монета 92 91 года ельцин вот и была приятная находка это вот эти вот пять рублей сначала думал рядовая ходячка 91 год классная монета вообще зачетно это наверно самый шикарно что сегодня пока поднял были советские монеты я вам их не показывал значочки цепочки вот такой обломок от ключа я знаю что это ключок ключик от какого-то ларца может быть ларец где-нибудь здесь под землей так что не знаю пока не особо интересного ничего нету здесь сверху на засыпке юрца поднял пару монет вот и думаю может быть ее всю перелопатить ладно интересно будет обязательно включусь и так ребят подкапываю я здесь и немного слышу как дом ходит туда-сюда где-то скрипит к чё-то что-то отходит вот и хочу вам показать смотрите вся печка вот эта печка стоит смотрите вот на одном столбушке вот он столбушок представляете вот даже сейчас что-то осыпается стенки вот центр смысла нету лезть там очень мусора много вот и опасно вдруг потому что вот этот столбушок видите он горелый дом свое время горелый и перестраивался так что я думаю нет смысла лезть дабы я сегодня один чтобы не завалило какой видите вот в этом месте балка уже сломалась здесь тоже балка сломана и вообще дом наладом дышит ведет его здорово ну старенький сами понимаете так что смысла здесь нету чуть попозже наверное все таки как стемнеет попробую сигнал достать вот отсюда как вы знаете сигнал там четкий бронза серебро золото звенит вот может быть закладной там попробую я чуть позже стемнеет возьму домкрат и попробую поднять и так ребят решил я залезть на чердак в принципе кое-как пролез я сквозь вон то вон пространство старая уже для этих дел и толстоват вот залез на чердачок конечно на чердаке ничего интересного нету вот но посмотрю насчет сигнальчиков может быть старой засыпки чем те и найдется вчера юрец здесь что-то пытался но говорит здесь всякая жестянка всякая ерунда ладно внизу делать больше нечего пришел на чердак залезть и посмотреть и так ребята чердака я спустился вот в этот проем мне приходилось и начал ковырять порожек был какой-то сигнал непонятный невнятный и вот смотрите так где он где он этот камушек а вот он сигналит что-то круглое имеется но похоже на советик но советская монета всегда у нас гурт ребристый а это гладкий чё это полет 15 копеек 15 копеек гладкий гурт странная монета 61 года где-то любопытно ладно продолжаем и так ребята с той стороны дома снаружи я пытался поднять домкратом не получилось решил изнутри посмотреть что это такое непонятно как-то стоят здесь вот бревна вот бревно первое и все следующее идет второе третье вот фактом что между первым и вторым должно быть но первый какой-то обрубленный вот так что не знаю чё вытащил я оттуда сигнал было так называемый которое вам говорил наверное было от зубной пасты вытащил из угла камень вот и странно то что выпал там вот такой круглый сигнальчик это у нас я уже посмотрел 3 копейки тридцать четвертого года вот такая монета как-то странно там все лежит вообще непонятно из угла вытащил трешку как стоял дом перестраивали что вообще непонятно не знаю и он там он тоже три копейки двадцать четвертого года вытащил из под бревна может попробовать здесь вот попробовать все вытаскиваетесь под бревен потому что три монеты из бревна из под бревна там здесь где-то было его здесь вот не знаю что посмотрим но закладным у меня не получилось там бревно не подымается вообще весь шток входит в бревно то есть гнилые бревна и неудачная попытка ладно может быть чуть попозже другое углу посмотрим факт том что это у нас видите красный угол и по традиции здесь должен быть все таки закладной ладно посмотрим итак ребята фундамент меня удивляет тем что я уже выкапываю из-под дома то есть за домом то есть вот он венец а я иду туда уже наружу и сигналы идут вот сейчас выпал пятачок год сказать не могу хотя могу двадцать шестой но он с одной стороны затертый вот пятачок 26 года очень странно очень странно и там какая-то засыпка белая такую прям если честно впервые встречаю не знаю что делать если дальше копать блин дом еще может больше наклиниться подкопаю завалить еще на хрен ладно такое впервые вижу честно говоря все должно быть перед винцом а у меня под винцом и за винцом ну ладно на будущее буду иметь ввиду и так ребят находка и выпала на красиво не знаю что но что-то большое с ссср это нас пятак приятно приятно красиво выпало и пятак пятьдесят шестого года такой пятачок приятный приятный монитосик прям красиво выпал мусора конечно много путешь поделать и так ребята у нас уже начинает темнеть уже фонари стали на улице включать и я вот жду когда совсем стемнеет и вдоль периметра вот этого окна пройдусь потому что я вам изначально говорил почему-то находки все за пределами дома вот сейчас у меня из глубины здесь вот из ямы вышла трешка пятьдесят шестого года вот в принципе ничего особенного монетка пятьдесят шестой сохран плохой все целы у меня уже вот так вот монет набралось вот так вот так что ладно продолжаем и так ребята решил я сделать обзор конечно полный обзор находок будет дома если что-то ценное будет я конечно их почищу и вам покажу в общем трешки пятнашки пятачки вот пока ничего такого эдакого интересного нету без царей сегодня без сенсаций но в принципе вот так вот наковыряли много было немецких пуговиц вот не немецкие пуговки вот что интересного было это вообще да ничего сегодня интересно не было вот такая ткм к выпла они дорогие и не знает платье на по-моему там вот но в целом только советики советики ничего более так что ладно сейчас наверное буду собираться и до новых встреч все пока итак ребят еду домой как и в прошлом выпуске снегопад да да снегопад осталось кабана встретить и получится один в один видео как в прошлом выпуске так что еду осталось кабана встретить и так ребят пришло время обзора пришел я домой вернее приехал сразу свои находки почистил и почистил именно те экземпляры которые мне в принципе были интересны и приятно вам их продемонстрировать это у нас 5 рублей смотрите какой внешний вид стал я их почистил давалось чистку очень тяжело на рост был отвратительный и сплав металла какой-то понятный в общем тяжело мне достал данная монета вот именно почистки следующее что советики 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 ничего интересного вот именно есть монета 10 копеек рамочник щитовик 1931 года вот ну внешне вид бодрый почистился прям хорошо прям проблем никаких не было в общем некоторые монеты я вот почистил до такого состояния но не доводил до совершенства вот как пятачок который выпал тоже я его почистил некоторые монеты просто как говорится достал почистил и на этом все но видео сюжет именно о том а вот именно об этих трех монет вот видите три монетки совершенно одинаковы абсолютно кто скажет что это за монеты пишите в комментарии хотя не стоит этого даже делать сразу можно понять что это монеты вот они на прошлом копе у меня их было много я их даже не считал не чистил вот и 10 копеечные монеты 70 60 80 90 и года в общем их было очень очень много вот но вчерашний вернее сегодняшний коп меня удивил тем что вот смотрите когда монеты я почистил вот на примере показываю как у меня получается чистка монет приятные монеты вот если кому любопытно как это я все делаю в плейлисте по чистке у меня все есть но давайте вернемся к этим вот двум монетам да они по размеру похожи как говорится чего их показываешь не знаю для чего а то что эта монета смотрите переворачиваю идеально чищенная монета опа это 10 копеек 82 года беленькая такая красивенькая до следующая такая же размера только желтенькая и это у нас монета 2 копейки желтенькая монета и следующая монета тоже белая и что вы думаете это такое вот угадайте я на все сто процентов буду уверен что вы скажете что это 10 копеек вот такие вот 10 копеек на сто процентов и уверен потому что они одинаковые один в один но когда я его начинаю смотрите это во время чистки я только обратил внимание на копеек я это не обнаружил тогда смотрите что монета белая белая монета 2 копейки как вам показать что нагляднее не сливается в один цвет желтый белый факт том что это две копейки желтые а это две копейки белые 1991 года офигеть вот эта находка здесь даже указан монетный двор ленинградский монетный двор и сейчас я зайду в интернет и постараюсь найти о данной монете хоть что-нибудь потому что я такое встречаю и вижу впервые а вы это видали когда-нибудь чтобы монета 2 копейки были именно белые я в шоке а вы пишите свое мнение в комментарии но сейчас в интернет смотреть что у нас там эдако интересно насчет этих двух копеечных монет и так ребят давайте забьем в яндексе нашу монету купить монету вот выскочила открываем первую же страничку и что увидим вот она наша монета 2 копейки 1991 года белая на сегодня на 29 марта стоимость данной монеты офигеть в плохом сохране на стоит 12000 рублей в хорошем сохране как у меня в идеальном прочь почти штемпельный блеск 20000 то есть моя монета где то варьируется 20000 рублей странно чё-то в f12 xf 21 а в так 22 ну в среднем ребят около 20000 моей моя монета стоит классно 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 вообще огонь давайте посмотрим же здесь проходы например вот на еще одна такая же монетка но хорошего до сохранчика вот и что с предлагает нам здесь покупатели за нее страничка открывается и ждем ждем секунду blitz 23000 рублей офигеть вот это да между прочим выставили вот эти монетки как у меня в видеосюжете прикольно вот и смотрим некоторые монеты доходит вот аукцион например аукцион 92 и данная монета оценка 15 18 тысяч итоговая цена 27 тысяч рублей вот это да вот это номер так что если кто-то захочет приобрести данную монету у меня обращайтесь стоимость на экране итоговая цена 26 тысяч рублей офигеть офигеть аукцион 83 предлагает так вот например медно-никелевая монета что за аукцион империя так оценили ее в 22 28 тысяч рублей в долларах 700 900 долларов ничего себе офигеть вот эта монета у меня вышла из шурфа вот это огонь классно классно вот этот ребят не фортанула только что вы видели из сюжета где я вам показывал данную монетку смотрите монетка в шикарном шикарном практически штемпель нам блески и наша монета как вы видели стоит больше 20 тысяч рублей так что за эту монету обязательно ставьте пальчик к вверху и на этом все всем пока